И если вы искали полный туториал по PicoLabs, то вы его нашли. В этом видео мы досконально разберем данную нейросеть. Поговорим о всех ее элементах и функциях. О том, что она может и как сделать генерацию видео намного лучше и качественнее. Разберем элементы управления, то, как составлять промпт, определенные фишки и лайфхаки в генерации видео. Разберем функцию Image to Video, Video to Video, Inpainting, расширение рамок видео и многое другое. И досмотрев это видео до конца, вы полностью овладеете PicoLabs. Но я заранее призываю вас подписаться на все наши социальные сети. YouTube, Telegram, давайте уже добьем 10 тысяч подписчиков в Telegram и Instagram. Все ссылки, как на наши соцсети, так и на данную нейросеть, есть в описании под видео. Ребята, важно! Изначально мы хотели дать вам несколько промптов и ключевых слов-индикаторов, с которыми вы бы могли поиграться и создать интересные генерации видео. Но в итоге мы вам дадим целое руководство, полностью проработанное пособие по PicoLabs на 64 страницы. С иллюстрациями, с пояснениями, с кучей промптов и слов-индикаторов. К сожалению, файл на YouTube приложить мы не можем, поэтому если вы пройдете по ссылке в описании в наш Telegram-канал, то получите абсолютно бесплатно данное пособие, которое сделает из вас просто профессионала данной нейросети. И вы сможете генерировать абсолютно любые видео с невероятной точностью. Поэтому проходите по ссылке в описании в наш Telegram-канал и забирайте это пособие. Ну а с вами Шульц и давайте же начнем. И первое, что мы разберем, это интерфейс. На главной странице Pico мы видим галерею из сгенерированных другими пользователями видео. Наводя курсорное видео, оно оживает и мы можем посмотреть, что в нем происходит. В правом верхнем углу есть иконка, позволяющая скачать данное видео. В левом верхнем углу у нас есть сноски, которые позволяют нам понять, как было сгенерировано данное видео. Там будут отображаться все ключевые данные. Допустим, то, что видео создано из референса другого видео. То, что оно обскеллено. То, что там добавлены дополнительные 4 секунды видео или более. И прочие вводные данные. Под видео мы можем увидеть промпт, по которому было сгенерировано данное видео. Слева от промпта у нас есть иконка, позволяющая ее скопировать. Справа иконка, позволяющая им поделиться. Справа сверху над видео мы можем изменить отображение сетки сгенерированных видео. Мы можем сделать ее как 3 в ряд, так и каждое видео индивидуально друг за другом. Из любого вида отображения сетки мы можем развернуть видео и смотреть его в индивидуальном порядке. В левом верхнем углу мы видим переключение между общей библиотекой сгенерированных видео и нашей личной библиотекой сгенерированных видео. Давайте же в нее перейдем. Переходя в нашу личную библиотеку, мы видим, что у нас пока еще нет сгенерированных видео. Но давайте же разберемся с основным интерфейсом, который мы будем пользоваться и который мы имеем на данной странице. Мы также можем переключать у себя вид отображения сетки видео. У нас есть поле для ввода промпта и справа желтая квадратная кнопка, которая отвечает за запуск генерации видео. Ниже также мы имеем скрепочку, которая позволяет подгрузить фото или видео в файл, на основе которого будет создана генерация. Справа мы имеем 3 иконки и первая иконка отвечает за формат видео. То есть вы можете перед генерацией выбрать требуемый для вас формат видео и видео будет сгенерировано в нужном выбранном формате. Также у нас есть ползунок, отвечающий за частоту кадров. Максимальная частота кадров 24. Следующая иконка отвечает за движение камеры. Мы можем выбрать различные движения камеры. Об этом мы поговорим уже при генерации. И третья и последняя иконка отвечает за настройки промпта. То есть мы можем добавить негативный промпт. Мы можем выбить, выделить наш сит генерации. И также ползунок, отвечающий за то, насколько сильно будет работать воображение нейросети. Давайте попробуем сделать первую генерацию. В поле для ввода промпта мы пишем промпт. Допустим, бизнесмен смотрит на часы на заднем фоне Wall Street. И добавляем параметры Cinematic и 35 мм Lens. У нас появляется серый прямоугольник, который говорит нам о том, что видео генерируется. Спустя небольшое количество времени видео наше сгенерировалось. И давайте же разберемся, что у нас здесь есть. Наведя на видео оно также оживает. Для предпросмотра мы его можем развернуть, чтобы получше увидеть, что там происходит. В целом, Pico запрос понял неплохо. У нас есть бизнесмен, у нас есть какая-то улица на заднем фоне. И он куда-то смотрит. Возможно, даже на часы. Мы не уточнили то, что часы должны быть на руке. В развернутом видео под видео у нас появляются некоторые иконки, о которых мы поговорим по ходу нашего туториала. Но сейчас я хочу, допустим, сгенерировать другую вариацию видео, но с этим же промптом. И для этого нажму первую иконку Retri. То есть попытаемся сгенерировать видео с этим же промптом еще раз. И как вы можете заметить, под нашим большим квадратиком с отображением видео мы получаем еще один результат. Между ними мы можем переключаться. То есть первый результат у нас никуда не делся, не потерялся. У нас появился другой результат. Также Pico поняла довольно-таки неплохо. У нас есть бизнесмен на фоне Уолл-стрит. И он тоже куда-то смотрит. Смотрит он довольно-таки грустно. Наверное, куда-то опаздывает, а значит смотрит на часы. Предлагаю воспользоваться второй иконочкой. Иконочка называется Reprompt. Нажимая на нее у нас появляется, выделяется промпт, по которому было сгенерировано данное видео. И мы можем его изменить и сгенерировать повторное видео с измененным промптом. И в данной попытке я хочу вам показать, как можно сгенерировать видео в другом стиле. То есть задать стиль для генерации. И в данный момент мы будем задавать аниме стиль. Для этого после основного промпта мы вместо Cinematic и Линзы мы укажем студию Ghibli. В конце видео я для вас специально приложу наглядные промпт-маркеры, которые будут задавать стилистику. Как вы можете вообще строить с ними промпт. То есть допустим Pixar Style, Disney Style, Ghibli Studio Style и так далее. И они отвечают за различные настройки при генерации видео. То есть таких слов, маркеров для PIKI очень много. Они подобраны. И просто используя их можно добиться желаемой стилизации. Или допустим желаемой камеры. То есть мы можем написать GoPro видеокамера или написать линзу. То есть это все довольно-таки похоже, как и в других нейросетях генеративных. Мы также можем указать. И PIKI понимает вплоть до стилистики студии, выпускающей какие-то видеоматериалы. Будь то мультипликационная студия или какой-то фильм. В итоге с измененным промптом у нас получилось видео, где уже аниме-персонаж, также бизнесмен, смотрит на наручные часы. И да, к сожалению, сзади у нас не Wall Street, но все в аниме-стиле. То есть мы посмотрели, как можно создать другой стиль, используя один и тот же промпт. И если вы будете писать Pixar Style, допустим, или Disney Style, то у вас будут получаться различные видео. Поэтому давайте перейдем дальше к следующим функциям. Теперь давайте попробуем задать камеру. Для этого попробуем сгенерировать человека на мотоцикле. И пропишем, что это все снято на GoPro. И посмотрим, к чему можно прийти, изменяя чуть промпт, изменяя чуть результаты, какое в итоге видео у нас получится. Я хочу добиться человека на мотоцикле в кроссовом шлеме, который едет по городу. Вот. И сейчас попробуем это сделать. Итак, видео у нас первое сгенерировалось. Довольно-таки неплохо получилось. Но это не кроссовый шлем. Но видно, что снято на GoPro. Что человек едет на мотоцикле. И это все прекрасно понятно по видео. То есть промпт понят хорошо. Но давайте его чуть изменим. Попробуем добиться все-таки другого результата. И для этого я предлагаю использовать третью иконку, которая у нас есть под видео. То есть мы использовали уже иконку Retri. Это попытаться еще раз с этим же промптом сделать. Мы уже пробовали иконку Reprompt. То есть чуть переписать промпт. И сейчас попробуем иконку Edit. Мы ее сейчас попробуем не в полной мере. Попробуем взять это видео с этим ракурсом. Он мне в принципе нравится. Хотелось бы чуть-чуть сбоку это сделать. И перепишем чуть-чуть промпт. Буквально допишем, что съемка ведется сбоку. И попробуем перегенерировать. То есть когда мы используем Edit. Мы на основании данного сгенерированного видео будем генерировать следующее видео. И то есть у нас сохранится композиция. В целом смысл видео. Сид сохранится. Но будет уже другая генерация. Давайте посмотрим, что у нас получится. И как вы можете видеть, очень похожее видео. То есть композиция, съемка, человек, даже шлем похожий. Но оно другое. Все равно не то, что мне нужно. Я хочу именно кроссовый шлем. Поэтому сейчас я поиграю с промптами. И попробую прийти к результату с кроссовым шлемом. Спустя какое-то время у меня получилось генерировать картинку, которую я представлял себе в голове. То есть человек в кроссовом шлеме едет по городу. И давайте уже на этом видео попробуем различные функции пики. Что мы можем с этим сделать. И предлагаю в данный момент задействовать следующую иконку, которая у нас есть. Это добавить, удлинить видео на 4 секунды. Нажимая на эту иконку у нас очень похожая ситуация с Edit. У нас также подгружается изначально сгенерированное видео. На основании которого будет генерироваться продолжение. И мы можем промптом задать, какое будет у нас продолжение. В принципе я хочу просто удлинить и добавить чуть-чуть движения камеры. Чтобы чуть-чуть буквально камера отдалялась и сдвигалась в какую-то из сторон. И также в данный момент мы воспользуемся негативным промптом. Что такое негативный промпт? Сюда мы записываем все нежелательное, что мы бы не хотели видеть в нашем видео. Допустим мы можем записать туда, что мы не хотим видеть перенасыщенность, блики, какое-то искажение, растяжение, размытие и так далее. Все мы записываем в негативный промпт. У меня есть подборка ключевых слов, которые я всегда стараюсь записывать в негативный промпт, который я не хочу видеть. И я также ее оставлю в конце видео. Сможете ее перепечатать и всегда использовать. В принципе это те вещи, которые зачастую вылазят при генерации видео. И негативный промпт позволяет их убрать заранее. Поэтому можете постоянно их использовать. Ну и конечно есть опциональные какие-то слова для негативного промпта. Допустим если у вас сгенерировалось видео, где в камеру бьет луч света, вы можете в негативный промпт написать lens flare и что-то подобное связанное со светом, с лучами. И он не будет генерировать и добавлять их в финальный результат. И также давайте более подробно поговорим про движение камеры. Что здесь вообще есть. Мы можем двигать камеру в различных направлениях. Это вперед-назад, вправо-влево. Это вращать по оси влево, вращать по оси вправо. И приближение и отдаление. Для этого видео я хочу сделать небольшое отдаление и вращение. Внизу мы имеем шкалу, отвечающую за интенсивность движения камеры. То есть на единичке это движение нет. На двоечке это минимальное еле заметное движение. Если вы хотите заметное явное движение камеры, то ставьте на четверку. Я поставлю на двоечку, чтобы было еле-еле заметное движение камеры. Отправляем наше видео на генерацию. И в скором времени мы получаем наш удлиненный результат. И если посмотреть первое сгенерированное видео и второй удлиненный результат, мы увидим, что действительно меньше каких-то растяжений, искажений. И видео у нас удлинилось. Ну и под конец, добавленные 4 секунды, камера чуть отдаляется. Мы уже можем увидеть руль и лицо человека в шлеме чуть сбоку. Теперь предлагаю перейти к функции Image to Video. Что это такое? Это оживление изображения. И все. Собственно, то, что делает Runway. Находим изображение. У меня изображение со статуей Родина-Мать. И попробуем оживить данное изображение. Здесь, для примера, поставим также вращение и отдаление. И максимальное движение камеры. И сейчас вы увидите, насколько будет оно интенсивным. И как вы можете увидеть результат, оно не только оживило саму статую Родину-Мать, но и сгенерировало недостающие элементы при отдалении. Собственно, опять-таки, играясь с промптами, играясь с движением камеры, можно добиться желаемого результата. Ну, а я предлагаю перейти дальше. Это, наверное, самая интересная часть. Мы сейчас будем расширять наше видео и взаимодействовать с инпейтингом. Итак, я подгрузил свое видео, которое я записывал для одного из прошлых уроков, которые вы можете увидеть на нашем канале. И хочу расширить его границы. Давайте же расширим их вширь. Расширим вширь. И посмотрим, что нам сгенерирует Pico. Для чуть лучшего понимания нейросети я ей напишу, что это человек в жилой комнате, да, Living Room. И это поможет ей догенерировать недостающие участки видео. По интерфейсу, опять-таки, мы можем выбрать размер, да, соотношение сторон, которое мы хотим изменить видео. Мы можем само видео передвигать, уменьшать, увеличивать. И также мы можем написать Prompt и функция Modify Region. Мы с ней повзаимодействуем буквально через минуту. И после генерации видео мы получаем расширенный формат. Как вы видите, Pico дорисовал недостающие элементы и нарисовал, собственно говоря, комнату. Мы видим там какая-то стена, форточка. И теперь я предлагаю воспользоваться функцией импейтинга видео. Это безумно вообще крутая вещь. Меня она просто поражает, потому что это не просто добавление какого-то объекта статичного. А сейчас вы все сами увидите. Выбираем Edit и нажимаем Modify Region. Я хочу сделать себе солнцезащитные очки. Поэтому настраиваю область импейтинга на своих глазах. И прописываю, что данный персонаж носит солнцезащитные очки. И получаем прекраснейший результат. Очки плотно сидят на моей голове. Повторяют все мои движения. В них даже есть блики. То есть какое-то глобальное освещение. И опять-таки, поигравшись с промтами. Поигравшись просто с вариантами генерации. Мы можем получить очень-очень сочный, красивый, хороший, желаемый результат. И так как недавно был Новый год. Я не знаю, правда, когда вы смотрите это видео. Но давайте попробуем добавить новогоднюю елку. Опять-таки, выделяем область нашего импейтинга. И прописываем туда Christmas Tree. То есть рождественское дерево. Новогодняя елка, проще говоря. И опять-таки, получаем сгенерированный результат. Мы видим, да, какая-то елочка есть. Можем попробовать еще и еще. И посмотреть, какой вариант получится. Поиграться с промтами. В генеративных нейросетях нужно постоянно идти к результату. Мелкими шажками, мелкими изменениями промтов, сидов. Каких-то ключевых фраз и прочими настройками. То есть у вас нет полного, прям четкого контроля. Вы, грубо говоря, балансируете. Постоянно играетесь с этой вероятностью. Но я дальше продолжать не буду. Мне эта елка не сильно-то издалась. Но просто как пример я показал, что можно на задний план добавить елку. И он даже размытие там сделает фокуса. То есть он все это понимает. А теперь попробуем сделать то, что Pico показывали в своей презентации возможностей данной нейросети. Это видео-то-видео изменение стиля видео. То есть давайте предлагаю взять первое наше расширенное видео со мной, снятое, и попробовать его изменить. Для этого много писать не будем. Напишем все те же ключевые слова в промт. Это аниме-стайл. Можете написать аниме-характер. И студию-гибли. И давайте посмотрим, что у нас получилось. И давайте вдогонку сразу зададим еще один промт. И потом сравним три видео. Наше изначально и два видео стилизованных, сгенерированных. Зададим такой промт. Cyberpunk Man in a Futuristic Office. И посмотрим, что у нас получится. После генерации мы имеем два стилизованных видео на основании нашего изначального футажа. Одно видео в аниме-стиле, другое видео в стиле киберпанка. И вот можете посмотреть на результат. В принципе, Pico прекрасно понимает запрос, прекрасно обрабатывает и стилизует видео. Ну и в финале я предлагаю еще раз расширить видео. Но не просто расширить комнату, чтобы Pico дорисовала недостающие элементы. А расширить ее со стилизацией. Для этого давайте выберем подходящий формат. И в промт напишем, что мы, допустим, находимся в Sci-Fi лаборатории. И в итоге мы получаем результат с расширенными границами видео. Но при этом стилизованными по нашему промпту. Ну что же, друзья, мы сегодня прошлись по всем функциям и возможностям Pico на данный момент. Применяя данные функции, комбинируя их и как-то видоизменяя, вы можете получать просто невероятные результаты. Если вы посмотрите общую галерею сгенерированных видео, там можно найти просто прекрасные футажи, которые сгенерировало Pico. Которые, ну, неотличимы от проработанного детального видео. Будь то мультик или реалистичное видео. Поэтому играйтесь, применяйте данные навыки, используйте все функции в комбинации и делитесь результатами. Опять-таки напоминаю и призываю вас подписаться на нашу группу в Телеграме, где постоянно выходят полезные статьи и дополнения, новости из мира нейросетей. Ну и также нажмите лайк под этим видео и напишите какой-нибудь комментарий. Ну а с вами был Шульц, спасибо всем огромное за просмотр. У нас получился довольно-таки объемный длинный видеоролик. И скоро увидимся с вами на данном канале, поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!